В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Два человека погибли, трое получили травмы различной степени тяжести. В Суздальском районе на М7 столкнулись три машины. ДТП произошло в субботу в 6.30 утра на 34-м километре трассы на подъезде города Иваново. Киа Оптима ехала в сторону Владимира. За рулем машины сидел мужчина 77-го года рождения. В какой-то момент иномарка вылетела на встречку, где врезалась в Мерседес-Бенц. Он ехал в сторону Иваново. От удара Мерседес отбросила на следующий автомобиль Ford Focus. В результате столкновения часть дороги была перекрыта и на трассе собралась большая пробка. Об этом в соцсетях сообщали очевидцы аварии. А вот что касается самих участников ДТП, помощь пришлось оказывать пассажирам и водителям всех трех машин. На амбулаторное лечение отправили пассажирам Мерседес-Бенц и водителя Ford Focus. Остальные получили серьезные травмы. В результате этого происшествия смертельный травм получил водитель автомашины Кио, а также его пассажир 1949 года рождения. Кроме этого, медицинской помощи понадобилась пассажиру автомашины Кио 1977 года рождения, также пассажиру Кио 1993. Оба они госпитализированы. Эти выходные для Владимирской области были аварийными. На территории региона произошло 22 ДТП. Машины горели, уезжали в кювет. Травмы в авариях получили 43 человека, четверо погибли. Госавтоинспекция напоминает, что в сложных погодных условиях водителям рекомендуется правильно выбирать и не превышать скорость движения, резко не тормозить и соблюдать дистанцию. Пешеходам, в свою очередь, при переходе проезжей части дороги необходимо быть предельно внимательными и, прежде чем начать переход, убедиться в безопасность. В темное время суток при движении по загородным трассам обязательно используют световозвращающие элементы. Но в целях личной безопасности рекомендуем их носить постоянно. Из подъезда под машины. В течение последних месяцев жители улицы Кулибина добиваются от властей обустройство пешеходной зоны рядом с проезжей частью. Поход в школу с детьми, а также в магазины и поликлинику для жильцов каждый раз превращаются в настоящее испытание. Готовы ли властью услышать жалобы горожан? В ситуации разбирался Алексей Домнин. Вышел из подъезда и сразу попал на проезжую часть. Многоэтажка на улице Кулибина стоит прямо у дороги на пересечении интенсивных транспортных потоков. Но для пешеходов здесь только нерегулируемый переход и тропинка вместо тротуара. Местные жители вынуждены каждый день не иначе, как рисковать жизнью, рассказывает Ирина Семдьянова. В этой новостройке она проживает с мужем и двумя малолетними детьми. Чуть ли не каждый день поход в школу и детский сад для нее превращается в испытание. В доме у нас живут в основном молодые семьи с маленькими детьми. Вот недавно мы год назад въехали и столкнулись с такой проблемой, что мы не можем нормально своих детей водить в сад, мы не можем нормально дойти до магазина, не можем нормально дойти до поликлиники, до школы. Эта проблема коснулась не только жителей новостройки, в которой, к слову, порядка 160 квартир. Жители близлежащих домов на пересечении улиц Кулибина и Тракторной также вынуждены ходить по узкой тропинке рядом с проезжей частью. А рядом с ней забор. И в зимнее время люди боятся не только проезжающих машин, но и нависших сосулек. В любой момент одна из них может упасть на голову прохожих. На свои проблемы жители жаловались в городскую администрацию, но чиновники смогли предложить лишь вариант, который людей не устроил. Нам пришел ответ с предложением устроить тротуар на противоположной стороне улицы. Но проблема в том, что перейти дорогу очень сложно и опасно. Поэтому нас этот ответ не устраивает. И объяснили нам, что вот по этой стороне, по Кулибина, не представляется возможность сделать тротуар, так как здесь располагается жилой дом, а расширить дорожное полотно, судить во благо, чтобы построить тротуар, не представляется возможным. Но мы не знаем, может быть, какой-то все равно выход должен быть из данной ситуации. Когда жителям улицы Кулибина можно будет без опаски выходить из дома? С этим вопросом наша съемочная группа обратилась в городскую администрацию. Чиновники нас заверили, что в следующем году проблемами улицы Кулибина наконец займутся. Эта проблема известна и необходимость в строительстве тротуара там есть, потому что люди выходят прямо без тротуара на проезжую часть. Да, необходимо честь и будем рассматривать строительство тротуара в 2019 году. Но когда именно людям можно будет ожидать появления тротуара? Чиновники точного ответа на этот вопрос не знают. А пока вопрос решается, люди продолжают за дня в день рисковать не только своими жизнями, но и жизнями своих детей. Алексей Домнин, Александр Мажаров, Шестой канал. Подводят итоги года. Во Владимире прошла встреча юных законодателей из разных регионов страны. Конгресс молодых парламентариев посвятили 25-летию со дня принятия Конституции. Депутаты поделились опытом и обсудили новые законодательные инициативы. Подробности далее. В одном зале представители молодежных парламентских структур как нашего региона, так и других субъектов. Сегодня каждый рассказывает о своих проектах, которые реализуют у себя в области. Эта встреча молодых парламентариев приурочена к 25-летию со дня принятия Конституции. Здесь молодые законотворцы обмениваются опытом работы. Можем общаться между собой и вот эта совместная работа может приводить к еще более тесному взаимодействию по обсуждению каких-то общих законодательных инициатив, обсуждению новых методов работы. Сегодня у нас планируется подписание соглашения с Костромской палатой общественно при местном парламенте, законодательном собрании и с Тульской палатой. Подобные встречи проходят далеко не в первый раз. В этом году молодые парламентарии страны встречались в столице 33 региона на саммите политический рубеж. Его организовывали и проводили владимирские молодые законотворцы. Сейчас депутаты уже реализуют новые проекты в своих областях. Перенимать и делиться опытом друг с другом. Главная задача подобных встреч. Это поддержка молодых специалистов. Это разработка ряда предложений в нормативно-правовые акты, как региональные, так и федеральные, которые касаются именно поддержки талантливой молодежи на местах. С мая, с того момента, как прошел саммит политический рубеж, у нас удалось установить, благодаря участию в этом саммите, установили очень хорошие контакты с Тверью, с другими регионами, которые достаточно близко к Москве. Во Владимирской области молодежные парламентские площадки, которые объединили людей разных возрастов, от школьников до действующих депутатов, были созданы по инициативе председателя законодательного собрания Владимира Киселева. Там готовят грамотных специалистов, которые потом будут работать в органах государственной власти. Начинающие законодатели регулярно встречаются с представителями профессионального сообщества, изучают правовую систему, предлагают законотворческие инициативы. Ребята из молодежной думы по законодательному собранию и депутаты местных советов молодые уже иницируют ряд законов Владимирской области. Это и запрет алкоэнергетиков, это запрет на розничную продажу подросткам электронных сигарет, так называемых. Алексей Дудин, Шестой канал. Судьба Владимира снова под вопросом. Для нормальной работы единственному профессиональному волейбольному клубу региона остро не хватает денег. Напомним, в этом году Владимиру в два раза урезали бюджет. В августе мэрия дополнительно выделила клубу 2 миллиона рублей. К решению финансовых проблем подключилась и областная администрация. Кроме того, клуб постоянно ищет финансирование от бюджетных и внебюджетных организаций. Однако к концу года ситуация с деньгами снова обострилась. Как сообщило руководство клуба, на прошлой неделе из состава учредителей вышла городская администрация. А значит, прекратится и финансирование волейболистов из городского бюджета. В бюджете 2019 года не предусмотрено субсидии, поддержку некоммерческой организации волейбольных уплотений. Хотя финансированные клубы уже не будет из бюджета города, но мы все равно им пока отдаем поддержку, как в части помогаем им автотранспортом на сегодняшний момент, на их все поездки, которые им необходимы. Предоставляем им безвозможное пользование. Место тренировок. Вы знаете, что они тренируются и проводят игры чемпионата России и по волейболу в городском центре здоровья. Поэтому вот эти вот позиции остались за нами. Мы им помогаем в этом направлении. У нас пока нет денег уже на соревнования, на январе. Нет денег, чтобы людям закрыться в декабре месяц. Хотя бы аванс выдать. И кроме того, у нас есть долги перед партнерами нашими, которые нам оказывают услуги по перевозке команды, по предоставлению общежития, по офису. Мы должны заплатить определенные суммы. Вот сейчас, на данный момент, этих денег пока нет. Требуется нам сумма. Не обязательно бюджетная. Мы не претендуем ни на какие бюджетные деньги. Нам нужны просто средства, в основном внебюджетные, которые помогут сохранить волейбол в Владимире и показывать достойный результат. Несмотря на то, что чиновники разных уровней в один голос уверяют, как важно сохранить клуб, пока решение проблемы не найдено. Команда из девяти игроков и двух тренеров сейчас живет в неопределенности. Руководство клуба сейчас активно пытается найти спонсоров вместе со специалистами из областной администрации. Как пояснили нам в профильном комитете, ситуации с финансированием волейбольного клуба сейчас занимаются на уровне вице-губернаторов. В идеале для полноценного существования Владимиру ежегодно необходимо около 15 миллионов рублей. Пока о таких суммах в клубе даже не мечтают и пытаются решить насущные вопросы. Владимир очень надеется на помощь от руководства области. Тем более, что фактически на голом энтузиазме команда показывает достойный результат и может проявить себя в будущем, если продолжит существовать. На сегодняшний день мы занимаем первое место в высшей лиге Б. Команда за последние несколько лет стремится и может показать наилучший результат в своей биографии. Поэтому мы все нацелены именно на этот результат, что позволит нам один из финальных туров провести в городе Владимире. Надеемся, что так и будет в марте-апреле 2019 года. Сейчас команда продолжает готовиться к двум матчам в Воронеже. Эти встречи станут финальными в этом году. Мы будем следить за развитием событий. Новогодняя атмосфера и спортивный дух. На Пушкинском бульваре начал работу ледовый каток на открытом воздухе. В течение всей зимы Владимирцев ждут интерактивные забавы, необычные световые эффекты и праздничное настроение. Уже в день открытия на ледовой дорожки выехало более сотни поклонников фигурного катания. А в новогоднюю ночь на льду пройдет специальная программа с сюрпризами и конкурсами. Подробности у Оксаны Любимовой. Сейчас вам нужно будет каждому попробовать собрать самый большой паровоз. Вот вы знаете, как собирается паровоз на гайках. Ледовый каток на бульваре Пушкина открыли конкурсами, интерактивными играми и зимними забавами. Впервые за последние годы погода позволила залить ледовые дорожки в центре Владимира к самому открытию рождественской ярмарки. И мы сделали и залили этот потрясающий лед. Как вы видите, качество льда потрясающе. И гладь, красиво, ровно. И фигуристы, как вы видели на открытии, уже продемонстрировали, что на нем могут даже профессионалы выступать. С веселым, прекрасным настроением приходим все. Так как можно брать в прокат конечки, так можно и со своими коньками приходить. Ждем всех на наш любимый каток в самом центре города Владимира. С первых минут начала работы катка на льду больше сотни любителей активного отдыха. Новогоднее настроение владимирцам и гостям города создают не только праздничное убранство Пушкинского бульвара и зажигательная музыка. У нас тут супер вкусные печеньки. Кроме того, что тут зажигательная музыка, мы предлагаем всем гостям очень вкусные печеньки для хорошего настроения. Все очень здорово, красиво. Немножко прохладно, ничего, мы все греемся. Полный позитив. Тут все такое, прям дышат Новым годом. Мандарин даже, по-моему, раздавали. Юлия на коньки встала впервые. Говорит, в такой атмосфере хватило и получаса, чтобы научиться уверенно стоять на ногах и прокатиться по ледовым дорожкам. Я просто в восторге. Этот, ну, прям Новый год стал чувствоваться. И, то есть, такое настроение предновогоднее, потому что, ну, вот только недавно, как бы я не стала на коньках, я падала, и я понимаю, что я уже научилась за каких-то 30 минут, ну, хоть как-то, но кататься. Мне очень, ну, как бы нравится. И обстановка такая хорошая. Все помогают, поддерживают. В выходные и праздничные дни каток будет работать с 11 утра и до 10 вечера с часовым техническим перерывом с 16 до 17 часов. К 31 декабря покататься на коньках в центре города можно будет с 11 утра до 8 вечера. Много сюрпризов ждет любители активного отдыха в саму новогоднюю ночь. Покататься в свете праздничных огней владимирцев и гостей города приглашают с часа ночи и до 4 утра. В новогоднюю ночь, конечно же, будет масса конкурсов интересных, будет зажигательная музыка, будет прекрасное настроение. Я думаю, что все жители нашего города придут на наш прекрасный каток. Стоимость билета на каток 20 рублей. Для детей до 18 лет и студентов вход бесплатный. В Управлении по делам молодежи просят обратить особое внимание на технику безопасности. Детям до 10 лет можно выходить на лед только в сопровождении взрослых и желательно в защитных шлемах. На ледовых дорожках работает специальная зона для новичков. Кстати, научиться кататься на коньках всем желающим помогают волонтеры. Мы следим за порядком детей, которые маленькие, с мамами. Мы отправляем на дорожку для начинающих. Попросили покатать. Мы ездим с ними, катаемся, учим их катать. Они очень рады. Тем, кто еще не успел обзавестись коньками, предлагают взять их на прокат. А переодеться можно в отапливаемом шатре. Кстати, праздничные программы на катке обещают не только в новогоднюю ночь развлекать горожан на ледовых дорожках. По традиции будут в рождественские праздники и на День студента. Оксана Любимова, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Еще одно открытие в эти выходные прошло на Соборной площади. По традиции там стартовала рождественская ярмарка. Десятки домиков шале с разнообразными угощениями и сувенирами. Новые аттракционы. Необычные театральные и музыкальные представления. В этом году ярмарка посвящена волшебству и чудесам. Владимирцев и туристов удивили уже на открытии. Все подробности в материале Маргариты Махровой. Увидеть самых настоящих сказочных персонажей, покататься на необычных аттракционах и даже послушать коллективы города. Настоящая ярмарка во Владимире уже открылась и она будет работать все новогодние праздники. Традиционную рождественскую ярмарку на Соборной площади открыли песнями и танцами. Присоединиться к веселью могли все желающие. Владимирцы рассказали, что праздничное настроение уже появилось и поделились новогодними пожеланиями. Что пожелаете всем вступающим в Новом году? Счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях. В Новом году побольше ярких счастливых моментов и счастья со своими близкими. Самое главное – спокойствие мира, счастья, здоровья, здоровья. Маленькие взрослые гости праздника с нетерпением ждали появления Деда Мороза. Волшебник всех удивил и вместе с внучкой Снегурочкой прибыл на Соборную площадь не на сказочных санях, а с командой суздальских байкеров. Как выяснилось, они помогли Деду Морозу добраться до Владимира. Еду я из Суздаль во Владимир по делам. Смотрю, дедушка стоит в лесочке, руками машет, бегает вокруг саней, а у него, у саней полозья отвалились. Надо помогать. Вот пришлось остановиться, позвонить друзьям и отвезти его на место назначения. Дед Мороз с праздничной сцены поздравил Владимирцев с наступающим Новым годом и даже похвалил наш город. Нигде я не видел такой красоты под Новый год, как во Владимире. Какая у вас ярмарка прекрасная, какие елочки в городе замечательные. Кроме того, главный зимний волшебник наградил участников конкурса поздравлений. Он проходил 18 ноября в день рождения Деда Мороза на улице Георгиевской. Все желающие могли поздравить волшебника и отправить ему письмо. За самые искренние и необычные поздравления подарили билеты на представление и сертификаты в развлекательные центры города. В числе победителей и Глеб Грушин. Поздравление Деду Морозу он написал сам. Чтобы он был здоровый и никогда не болел. Долго пришлось писать? Много часов писать? Да. Как Новый год будете встречать? Уже придумали? Все вместе? Все вместе, с друзьями будем гулять, отвечать. У елки, главное, на Соборной площади. В этом году на Соборной площади заработали новые аттракционы. К примеру, теперь вместо лебедей можно покататься на таком вот волшебном ветерке. Одно из самых необычных развлечений – бублик кросс. С помощью специального механизма покружиться на ватрушке могут и взрослые дети. Кроме того, для посетителей подготовились нежные заезды на собачьих упряжках и квадроциклах. Удивлять владимирцев будут все праздники. В этом году ярмарка выдержана в волшебной тематике. Отразили моменты свежей магии в оформлении площади, в тематической программе. Ну и я надеюсь, что в настроении тоже получилось. Наши праздничные все мероприятия будут здесь проходить по отдельному плану. Афиш множество совершенное в городе. Аттракционная торговля работает с 10 до 10 вечера. Символы наступающего года – озорные свинки тоже на прилавках ярмарочных домиков. Есть вязаные, тряпичные, глиняные, шерстяные и деревянные. Хрюшки – собственное производство. С роспись по дереву. Они из дерева делаются, расписываются, покрываются лаком. Чем хрюшка хороша? Хрюшка веселенькая, всегда сытая. Радовать владимирцев и гостей города ярмарка будет до Старого Нового года. Кроме того, в праздники на Соборной площади пройдут театральные представления, интерактивные и музыкальные программы. Маргарита Махрова, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. В последние соревнования в этом году в спортивном центре «Молодежный» прошел турнир по художественной гимнастике под названием «Волшебные мечты». Перед собравшимися выступили почти 200 участниц в возрасте от 4 до 14 лет. На соревнованиях побывал Константин Миронов. В спортивном центре «Молодежный» буквально негде упасть яблоку. И неудивительно, сегодня здесь собрались юные гимнастки со всей области. Здесь стартуют соревнования под названием «Волшебные мечты». Участвовать в них для молодых спортсменок уже традиция. Проводят соревнования уже в 15-й раз. Мы проводим очередной ежегодный турнир городов России «Волшебные мечты». У нас две категории – личная программа и групповые упражнения. Примерно человек 200 участниц. Довольно-таки много. На соревнованиях девочки от 4 до 14 лет. Юные спортсменки участвуют как в личных, так и в групповых выступлениях. Девочки выкладываются на полную. Строгие судьи не пропускают ни одной ошибки. Судейство у нас проходило в трех бригадах. То есть оценивали исполнение, оценивали музыкальность, артистичность гимнасток, а также сложность. Сегодня выполняли девочки упражнения без предмета. Поэтому сегодня вот так. На соревнования приехала и маленькая Вероника из Мурома. Юная спортсменка сегодня не очень довольна своим выступлением. Хоть ее команда и заняла почетное третье место. Но гимнастка заявляет, что поле для работы еще очень велико. Я недовольна, потому что я не все элементы правильно сделала. Но есть к чему стремиться. Да. Тренирует Веронику родная мама, которая ранее тоже достигла серьезных успехов в художественной гимнастике. Мария привезла с собой не только дочку, но и семь команд-участниц соревнований. Ваш город пригласили на соревнования. Мы с удовольствием приняли предложение, приехали, выступили. Привезли несколько команд, привезли личик. Соревнования очень понравились. Новогодние, интересные. Взяли новое место, призовы их, поэтому мы довольны. Для юных спортсменок эти соревнования последние в уходящем году. Отличный повод опробовать новые программы и отдельные элементы. И если спортивные награды получили не все, то без сладких призов никто не остался. С Новым годом гимнасток поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Константин Миронов и Дмитрий Журавлев. Шестой канал. На этом у меня все. Далее вас ожидают другие новости и очередная серия проекта «Кто, если не мы». Оставайтесь с Рэншистым каналом. Всего доброго. До встречи. Синоптики прогнозируют сегодня ночью у Владимире пасмурную погоду, выпадет снег, температура воздуха составит 15 градусов ниже нуля. Завтра днем в областном центре будет мало облачно, возможен небольшой снег. Столбики термометров покажут минус 3-4 градусов по Цельсию. Ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Время пришло. Купить лучшую шубу для себя. Новоторжская ярмарка представляет норковые шубы «Зимос». Российская норка премиального качества, натуральные цвета, идеальная посадка. Подарите себе настоящую роскошь. Норковые шубы «Зимос» на новоторжской ярмарке во Владимирском экспоцентре с 3 по 8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова